Всем привет, с вами Angry Marine. Мы продолжаем проходить Fallout 4. На последней серии мы закончили зачищать станцию спутникового наведения. Тут же мы застряли, поэтому пришлось перезагружаться и перепроходить. Ну там, к счастью, проходить надо было не так уж и много. Вот так что быстренько я прошел и смогу спокойно дальше продолжать. Давайте тогда, наверное, забираться отсюда. Единственное, что меня смущает, я забрал ключ с комната данных. Что за комната данных? Не совсем понятно. Может она где-то здесь, конечно, спрятана. Я об этом не в курсе. Хотя вроде бы я все обходил. И ничего такого не припомню запертого. Потому что здесь вроде бы все. А там вроде бы это обычный спуск. Он в той же части. Да, сюда же. Поэтому не совсем понятно, что же это за комната такая. Странно немного. Будем надеяться, что я ничего не пропустил. Смотрите продолжение. Смотрите продолжение. Так, ладно А хотя, может, в этой части Где-то Снаружи Просто там, по-моему, наверху Я все смотрел Может, тут есть какой-то еще Зданица рядом Которую я просто не видел Понятно, это шалаш Как бы ничего не было Вверх я, по-моему, тоже осматривал Там, по-моему, тоже вроде бы ничего не было Конечно, давайте сейчас по-быстрому глянем Потому что я сильно сомневаюсь Нет Нет Да нет, тут нету ничего Даже я не знаю Что это за ключи от чего Может, потом посмотрю Все знаю К чему это могло у нас привести Так, ладно Значит, этот квест мы выполним Хорошо Можем возвращаться на ферму Чего? Почему мы не можем вернуться на ферму? Где-то рядом враги, что ли? Ну-ка Если так А, стоп Я в этом месте не был Подождите А как это я так не был? А, может я подошел достаточно близко, чтобы она открылась? Ну ладно Ни на чем Не сложно Давайте сюда подойдем Оттуда быстренько добежим Откроем локацию Вообще Немного странно Что Сделали такую систему Могли бы все-таки Открывать локацию Если там Ну На каком-то расстоянии Надо обязательно Прямо к обходу В здание подойти Чтобы определить Что это Ну Ладно Как говорится Вам это не мешает Так Значит туда Вообще Сейчас быстренько пробежимся Жалко Мне не попадаются Никакие Спецкостюмы Которые были бы лучше Чем костюм Келлога Было бы прикольно Да Она мне не открылась Потому что Я тупо зашел Вместо страны Вот Теперь она открылась Окей Что у тебя есть Рожи Фигня Вроня Купальный халат Конечно Всегда мечтал Вон Бетон Есть Что-то Дорогое Какой-то Бетон Это Тебе ничего Интересного Нет Что-то Мне тут Загоняешь Загоняю Это Хорошо Загоняю 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 Вы сами добровольно мне отдаёте всё. Ну ладно, зато тут мешки с удобрением у них есть. Стимулятор. Что у них ещё интересного? Так, канистра этого у меня добра навалом. Так, что у меня там по весу? По весу нормально. Ещё 140. Ну почти 150 единицы могу таскать. Так, что у нас тут с посёлком по обороне? Защита 0. Всё как обычно. Так, стоп. Давайте поставим турельку. Да. Куда-нибудь её... Так, участок у нас специфический, правда. Кстати, а у них неплохое место для застройки, между прочим. Ровненько, большая площадочка. Она такая... Без выпендрёжа. Я, честно говоря, даже подумаю, может быть и здесь что-нибудь организовать. Как-нибудь. Ладно, поставим турельку. Всё. Так, ладно. Дальше. Так, что у нас по заданию? Карта. Так. Так, 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 так. Вот что. Освободить малой стюрьмы. Нет. Хочу я его освобождать. Монтерьём. Монтеньёр. Плаза. Поселений снуждается поселений. Так. Помощи. Здесь ещё можно забрать закладку из... задания подземки. Хорошо. Так, что ещё есть? Не знаю, мы с братством. Я просто не хочу сейчас пока особенно тусить. Давайте, наверное... Блин, откуда бы пройти-то? Кстати, в пивоварне я не был внутри. Можно её посетить, посмотреть, что там. Давайте, наверное, да, заглянем в пивоварню. А потом заглянем в лабораторию Кембридж-Полимер. Вот так вот. Потому что у меня там были какие-то... По-моему, в Даймонд-Сити, что ли, мне рассказывали про это. Что в Кембридж-Полимер что-то там происходит, что-то требуется, что-то ещё что-то в этом роде. Вот и посмотрим, что там есть. Тем более, с патронами у меня ещё пока более-менее всё нормально. Так. Вот оно, пивоварню. Конечно, господи. Внешняя территория вроде бы чистая. Это что? Ладно. Давайте зайдём. Грюбаный ворон. Перестрелял к фигам. Так, ладно. Кстати, выглядит довольно цивильненько. Тут явно живут. Тоже интересно. Это у нас кто? Рейдер. Грюбаный. Их, рейдеры, рейдеры. Так. А где моё... Это... А, вот оно. Не шуми. Нормально. Вот так. Нечего шумить. Бутылки пива так расставлены. Интересно. Так, ладно. Что у нас тут в терминальчике есть? Справочная служба туристического центра. Информация об экскурсиях по пивоварне. Экскурсии проводятся каждые полчаса и длятся примерно 5-6 минут. С эстакадой посетители насладятся видом на пивоварню с высоты птичьего полёта. Пивоварня не несёт ответственности за ущерб, вызванный падением с эстакады. Ради вашей безопасности установлено ограждение. Экскурсии включают скидку на 5 долларов при покупке товаров в сувенирной лавке, а также бесплатную дегустацию на парковке перед отъездом. Температура бесплатных напитков для дегустации не гарантирована. Стоимость экскурсии 25 долларов. Дегустация 5 долларов. Ничего себе. Не дёшево. Кстати, вспомнилось, как я смотрел, экскурсии, по-моему, в Баварию, что ли. Там можно, в общем-то, действительно экскурсии провести по их местным пивоваренным заводам. И это прикольно. Я бы сходил, честно говоря. И, кстати, я ещё вспомнил такую штуку. Почитал насчёт скрытности. Ещё, оказывается, влияет на скрытность веса самого оружия, которого ты держишь. То есть не только брони, ещё и оружие. Вроде бы как, если оружие холодное, то тогда оно вообще, типа, не шумит. Типа, не дребезжит, не плямкает. Вообще, в таком роде. Ух, нифига там, блин. Мясота. А-а-а. Так, он меня, по-моему, увидит. Но ему это не помогло. Так, ладно. Босса мы завалили. Убей, кого-то взорвало. Мне вообще страшно представить, что будет, если я себе выберу скилл. Типа, кровавая баня. Слушай, как их будет разрывать-то? Так, вообще, ну куски-куски. Просто в хлам. Так, вроде больше тут никого нету. По-моему. Во всяком случае, у меня триггер не реагирует. Так, ладно. Это мы без зрителя. Там еще может быть кто-нибудь, наверное. Так, стоп. У них, кстати, не особо-то и крутое вооружение. Я думал, получше будет. Так, металлическая броня кое-какая. Ну и, в общем-то, ничего особенного. Вот он, босс. Без башки. Блин, такое ощущение, что он вообще вывлился из этой брони. Эфирно-мощная, вот, кастрольная, бойцовская броня. Ага. Ну ладно. Так. Женгерс, так. Что-то, ничего интересного нету. О, рецепт пива. Давайте-ка послушаем. А, его читать надо. Какие-то разные. Нет, стоп. Разные. Рецепт, рецепт. Ну, вот он. Сейчас произвести. Приветствуем служащий пивоварни Гвинет. Данная англографическая запись содержит закодированные подпрограммы для пивоварения под брендом Гвинет. Эль Дохлого Бриташки. Попытка использовать эти подпрограммы без лицензионного соглашения считается кражей корпоративных секретов и преследуется в соответствии с законодательством. Если вы нашли данную запись, пожалуйста, верните ее в ближайший пивоварный Гвинет за вознаграждение. И все. Да. Странно. Я-то думал, там что-то интереснее будет. Так, ладно. Что-то у нас в терминальчике. Ух ты, как много всего. Беда. Ребята начинают нервничать. Пива еще полно, а вот с едой напряг. Спарта со своими вышла с Бокантола на поиски. Если мы не найдем что-нибудь съедобное, в ближайшее время народ начнет дезертировать. Длижайшее хранилище это федеральный склад. Только, видимо, родители Рыжий и Лилии Турот так и не научили этих сучек делиться. Если от Спарта не будет везти, придется идти на штурм. Вот ведь лажа. Мы пытались взять склад штурмом. Налили Рыжий и остальные вцепились в него как клещи. Половину наших порешили, пока мы не свалили. Отброс с крюком захватили заложников. Может, удастся их обменять на пару кексов. Один плюс. Теперь меньше народу кормить. Пару кексов пару человек обменять. Джекпот. Лилии. Это же Лилии-желилии. Что бы я? Я эту тварь где угодно узнаю. Отброс привел заложников ко мне и как только она вошла меня осенило. Мы спасены. Теперь Рыжий придется пойти на сделку. Если не хочешь, чтобы сестру ей вернули по кусочкам. Сколько еды. Первый раз вижу столько еды. Когда ей сказали, что у нас есть сестра Рыжий, решила мы брешем. Но письмо от сестренки быстро расставило все по местам. Теперь ящики текут к нам рекой, как и новобранцы. Если так пойдет и дальше, до конца года сможем ударить по Ковеге или по политеху ЦБ. Твою мать. Твою мать. Как она освободилась? Эта же сучка полу была прикована, напала на меня во сне. Мне так казалось, я ей в ногу целюсь, а теперь кровище повсюду. Надо все убрать и что-то придумать с телом. Никто не должен знать. Вы же ни хрена нам не даст, если узнает, что ее сестрица сдохла. Обидно. Проблема решена. Сегодня пришли слухи о жирном караване. Вся банда отправилась за ним, только он так и не явился, потому что не существует. Пока никого не было, удалось запихнуть тело лилии в одну из бочек. Мне кажется, от нее даже вкус стал лучше. Теперь одной проблемы меньше. Они что, ее жрали? Но это банди-кирдык, если мы лишимся продовольствия. Это значит, лилии должна продолжать писать письма. Надо где-то раздобыть ручки. Корвега. Итак, Джарда завалили. Он был наркоманом. Да и то еще сволочью. Но завалить его явно было непросто. Нам понадобятся еще пушки. Ну, да, типичная ситуация. Разборки между бандами. Все в таком духе. Так, лифт. Лифт, лифт, лифт. Сейчас спустимся вниз. Давайте попробуем. Я надеюсь, меня не увидят куда-то сильно далеко. Подъем? А, тут уже сюрприз. м. Ой. Так, это нас ловушка. Ну, и обеззрители. Это тоже обеззрители. еще один этаж получается, еще выше. Или мы опустились. Что-то не пойму офига. Вроде бы мы там были. Почему подъем, он сказал? Я внуш, спуск был. Ну, ладно. Может, глюки какие-нибудь. Так. Ладно. Посмотрим, что у нас тут. А, ничего интересного. У них уже карабинчики хотя бы. Это уже прилично. Блин, когда я обеззреживаю те штуки, у меня возникает ощущение, что их не обеззрежу. Я их трясу как следует, чтобы все услышали. А, вместо того, чтобы делать это действительно тихо. Ну, ладно. Как у них пиво не испортилось за столько лет? Не пойму. Так, ладно. Надо еще раз посмотреть, что где еще тут можно снизить. Пустой ящик. Так. Это у нас подъем наверх. Правильно? Кстати, тайничок. Опа-на. это еще кто-то ходит. Да ебай. Ой. Как же он порвало-то. Блин, закованный прям по самой не балусь металлическом броню. мм. Еще к собачьи консервы. Мужики, я, конечно, понимаю, что у вас с питанием была беда, беда. Прямо, вообще. Я, конечно, понимаю, что собачьи консервы очень, как бы это сказать-то, питательные, и у них мясо зачастую больше, лучшего качества, и скажем так, его там больше, чем в некоторых тушенках. Но, блин. Все равно надо знать какую-то меру, по-моему, взгляд. Ой. Сейчас бы, блин, наступил. Так что. А? Идя сюда. Дорогашки. Так, ладно. Тут ничего не то. Вот терминальчик. Все, вроде бы, взял. Так, что у нас тут? О, данные за первый квартал. Данные повреждены, данные повреждены, тоже данные повреждены, прогнозы. Прогнозы на четвертый квартал. По сравнению с предыдущим годом ожидается увеличение капитальных затрат за год, благодаря сокращению бюджета и снижению контроля качества продукции, включая увеличение соотношения воды к суслу. Ответ управления, отдел управления брендом объявил о начале рекламной кампании пива Банкер Хилл для малобеспеченной аудитории, которая, как мы все знаем, тратит более крупную долю наличного дохода на пиво и солодовые напитки. Рост валовой прибыли ожидается до 2078 года. Логично, в общем-то. Даже логично, это предсказуемо было. Заметьте, вообще все очень любят экономить. Кто на одних вещах, кто на других. Так. Я пришел сюда. Да. Отсюда я пришел. Так. Здесь я был. Там я был. Но там я не был еще. В этом месте. Зачем валяется нигде? Горуба нет. Типа главные уходы, что ли? Нигде. 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 получается, мы все посмотрели. Что так, вроде, нам скидка, что-то не припомню, что мы там могли пропустить. Ну, ладно. Окей. Разве что тут глянуть. Прилегающая территория четко сомневаюсь, что тут что-то интересное найдется. Это кирпич. Оказалось, патроны. Так, надо, кстати, проверить, засчитался ли у нас. Да, зачищено. Так, окей. Теперь у нас... Ой. Так, завод. Вот он, лаборатория Кембридж. Кембридж Полимер. Значит, нам надо по той дороге пройти чутка туда. Через мост. Блин, вороны. Идите в баню. Вот он, мост. Там пристань, кстати, какая-то. Должна бы осмотреть ее. Что-нибудь интересное найдется. Давайте-ка глянем. Блин, бочки радиационные. Почему у них все время в этих местах такой уровень высокий уровень радиации? Чего они постоянно это... Блин. Эм. Так. Во-первых, Тир-1. Так. Что у нас еще есть? Воды попьем. Пару радыксов. Ох. Ё. Тетеныши болотника. Так вот. Раз. Два. Три. Все? Нет, не все. Блин, вернулся, что ли? Ты идите нафиг. Так. Так. Все, надеюсь. Зазублено тесно. Крышка, патрона. Целая куча всякой фигни. Трейдер тут валяется. Чему тут забыл? Какие-то клетки. Уточки. Ну ладно. Давайте выйдем. Эть. Так. Ладно. Так. Это нам туда. Какие-то там перестрелки. Это вообще какой-то полицейский участок, что ли? А че я выполнил-то? Побудка? Что за побудка? Посмотрим. Задание выполненное. Побудка. Осмотреть корабль Братства Стали? Чего? Я его не осматривал. Че за бред? Че-то у меня странное ощущение. Ладно. Фиг с ним. Хотя может я что-то сделал такое, что соответствует этому квесту. Наверное. Не знаю. А. Вот, кстати, что на 23 уровне будет. Это лазутчик. Улучшенный. И это прикольно. Так. Давайте, наверное, возьмем на черную Тау. Или, 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 или. А, нет. Вот. Хакер, хакер, хакер. Да. Все. Наконец-то. Теперь мне будет непринципиально. Господи. Там что-то так сильно перестрелился. Ну, нафиг. Может быть. Может, мне это не нравится. Так. Ай. Блин. Главное не застрять опять. Будет обидно. Почтовое отделение 115. Хм. Так. Я кого-то слышу. Пока я туда заходить не буду. Так. Оно у нас где-то... Ага. Вот оно, наверное, это здание. Скорее всего. Если я правильно понимаю. Нет, не оно. Или вот это. А, ну да. Походу, вот это. Ну да. Лаборатория Кембридж Полимер. Давайте зайдем. Так. Надо бы сожрать все-таки антирадин. Водички. Что-то у меня. Здрасьте. Здравствуйте. Водички в Кембридж Полимер лабораторию. Учебные возможности ждут в области научных исследований. Может, мы сейчас закончим вашу аппликацию? Эм. Давайте. Я не против. Поехали. Давайте начнем интервью. Из-за увеличения требований для команды в всех области, мы поднимали тесты в соответствии. Вопрос. Первый. Вы имеете предназначение с синтезом полимером? Эм. Эм. Припугнуть. Да. Право. Ну давай, расскажи. Интересно. Конечно. Почему не так? Красиво. Пожалуйста, найдите открытый сад и начнём презентацию. Генезис Кембридж Polymer Labs лежит в исследовании группы великолепных студентов. Джон Элвуд, Эрика Уоллэм и Уильфред Бергман встретились в их время вместе в CIT. Этот слайд показывает им, что в их студии не только в их студии, но и в их студии не только в их студии. Так что-то слайдов-то нет. Так что-то слайдов-то нету. Садится. Хм. Значит, у них есть какие-нибудь вкусности. Да-да-да. Значит, можно что-нибудь вкусненькое достать. Так. Куда она пошла-то? Куда она не изменила? Ну-ка, да-да-да. Угу. Ну-ка, я же могу это сделать. Смотрите, я думаю. Внутри. Это твой лавкот и клепборд. Пожалуйста, возьмите минутку, одержите в правильной работе, и следите мне в комнату. Редактор субтитров будет приветствовать вас на другой стороне комнаты. Спасибо за вашу внимание, и добро пожаловать в команду! Пожалуйста, в комнату комнаты. Я был учитель, чтобы сообщить вам, что директор Эллвуд Оно на декоративе! Постанавливает числа на декоративную работе. Оно на декоративную работе будет выполнен. Увидите проектов, директор Эллвуд Уллом для специального исследования. Начинает декоративную работу! Декоративная работа. Восход в декоративную работу. Где на режим блокировки Некоторые системные функции Могут быть недоступны Открыть внешнюю дверь комнаты Внешнюю внутреннюю Так, ладно А внешнюю? Зараза! А-а-а! Выпустите меня! Гадина! Так, ладно. Здесь хотя бы радиации нет. Так, ладно. Блин. Дело дрянь. Меня здесь заперли. Откройте, я буду жаловаться. Так, это что? Неопознанный образец 113.17. Изотоп. Требуется радиоактивный изотоп. Нанесение полимерного химического. Реагент. О, как интересно. Сейчас какой-то квест будет на тему... Да, забавно. Так, ладно. Тут, я так понимаю, все померли, но нам надо бы как бы отсюда выбраться, но... Закончить эксперимент. Пользователь доктор Эрика Элвуд Вулам. Вошел в систему. Проект ядерного сдерживания. Проект нуклеострикционной обшивки. Тезис проекта. Мы считаем, что взяв неизвестный пьезоэлектрический материал, цирконий, титана, цвинца, ЦТС, и нанеся должным образом полимер из гибрида лития и золота, можно добиться локализованного преображения и ионизированного извлечения в электроэнергию. Данный метод компактного аккумулирования энергии может применяться в существующей силовой броне, используемой в вооруженных силах США. Господи, как я это смог прочитать? Рассеивание тепла. Первичное тестирование подтвердило обоснованность методологии. Аккумулирование радиоактивной энергии в 15 раз превышает показатели современных автомобильных ядерных двигателей. К сожалению, еще остается решить некоторые проблемы. Ионное возбуждение в золоте, освобождающее аккумулируемые электроны, производит серьезные тепловые отходы. С точки зрения макросистем, тепло незначительное, но из-за низкого модуля сдвигна золотая подвеска, воноплетение быстро разрушается при серьезной нагрузке. Попробуем изменить систему дозирования золота, чтобы создать более тонкие нити в материале. Увеличенная площадь поверхности может помочь с рассеиванием тепловой энергии, подобно радиатору. Деформация растяжения Новая система дозирования успешно рассеивает тепло, генерируемое при реакции. Эффективность аккумулирования несколько пострадала, но зато срок службы статического материала вырос с нескольких дней до нескольких лет. Хотя, с нашей точки зрения, эксперимент можно считать успешным. Проект требует от материала гибкости для применения на силовой броне. Похоже, мы недооценили деформацию растяжений, создаваемую броней. Тонкое золотое плетение, так сказать, рвется при большой нагрузке. Полковник Кемп был сильно разочарован и углажал лишить нас финансирования, если мы не достигнем обещанного результата. Придется вернуться к более толстому плетению и искать другое решение проблемы с рассеиванием тепла. В ловушке Мы уже несколько дней сидим в лаборатории, напряжение растет, группа разваливается. Никто не знает, что происходит снаружи. Кое-кто уже пытался сбежать из лаборатории. Им удалось пробить дыру в тонкой внутренней стене чистой комнаты, но внешне усиленная стена не поддается. Вул говорит остальным, что нужно смотреть на проблему по другим углам. Его слова заставили меня задуматься о проблеме рассеивания тепла. И вдруг меня осенило. Если изменим систему дозирования таким образом, чтобы нам отверстия создавались не перпендикулярно поверхности, а под углом, прямые радиоактивные частицы будут отражаться при улавливании лишь тех, что поступают к материалу под углом. Аккумулирование энергии при этом снизится, но зато вероятно удастся решить проблему рассеивания тепла. Мы с Тома и Мэри соберем образцы и испытаем эту теорию. Решение близко. Мы не смогли собрать образцы для тестирования новой системы дозирования. Уилл заперся в лаборатории и пытается взломать административную систему. Как только мы решили забрать Вран-238 из отдела хранения изотопов, он его заблокировал. Мэри осталась внутри. Говорит, что собирается изменить настройки системы безопасности и симулировать проникновение. Чистая комната откроется, но при этом активируется автоматическая система защиты, для которой мы все будем нарушителями. Он хочет попытаться прорваться с боем, но это самоубийство. Из всех нас только у него есть опыт военной подготовки. И у нас даже нет нормального оружия. Я пытаюсь заверить его, что мы можем завершить проект, у нас есть решение проблемы. Но отказывается слушать и не верит, что Джон нас выпустит. Мы смогли частично разобрать потолок в отделе С-1 и получить доступ к служебной шахте. Наружу она нас не выведет, но мы сможем добраться до лаборатории, в которой закрылся Уилл. Мне это не по душе, но придется остановить его силу. Да. Очень забавная ситуация. Ну, в общем-то я так и предполагал, что тут такое случилось. А вот нефиг было доверять роботам. Впрочем, людям. Так, хорошо. Бывшие сотрудники. Которые бегают. Иди отсюда. Так, тут у нас ничего нету. Вот еще один неопознанный образец. Так, хорошо. Я одного только опасаюсь. Что я наткнусь на какую-нибудь гадость. Что-то типа босса. Которыми из меня сделают бештекс. Благо тут они, ребятки, голодные. Это куча всяких мензурок. Так, отлично. Это не что. Вот еще один образец. Так, хорошо. Нельзя как-нибудь проверить, что это за образцы вообще-таки. То есть, я сейчас чувствую нахимичу взорву к гидрине фене. Вот будет смех это. Так, ладно. Так, терминал. Отдело хранения изотопов. Отдело хранения изотопов. О, еще один. Ой. Так, ладно. Давайте вскроем. Так. Ух. 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 О, еще один. Ух. 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 Хранящие изотопов. Давайте вскроем. нехорошо судя по звуку совсем не хорошо ой блин да я же не подумал хранение затопов штамм радиации был фигу гора то что он теперь вылупился кто меня увидел нехорошо что меня если кто-то увидел так это вон там где отсюда так давайте-ка рады икс пакет крови надеяться что этого нам хватит что у нас кстати по весу по весу пока нормально кстати тут кстати протектора нам были раньше сейчас нет так я чё-то не понял тут стекло оно не бьется ну-ка иди отсюда спрятал свидетеля так 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 еще один терминал нет нет странно так вскрыли ретранслятор внутренней почты нет странно пузык пользователь м гудман вошел в систему джордж эллоуд режим изоляции всем пора успокоиться да как вы все уже знаете доступ в чистую комнату для вас заблокирован как говорилось в моем предыдущем письме эта мера необходима для завершения проекта как только у меня будут данные успешного прототипа я открою двери и все смогут отправиться домой что касается шума снаружи это военные учения которых о которых вам говорили я в курсе что они очень шумные и это беспокоит некоторых из вас уверяю вас все в полном порядке хотя война китаю не объявлена ситуация остается напряженной военные считают что учение по обороне необходимо для нашей безопасности завершение нашего проекта не только имеет первостепенное значение для компании но и помогает защитить нашу страну обязательно сверхурочная работа всем доброе утро знаю что вы провели в лаборатории всю ночь все устали но я прошу вас еще немного поработать доктор эллоуд волом заверил меня что вот-вот решите что вы вот-вот решите проблему возникшую с проектом нуклеосодержание нуклеосдерживания у меня есть предчувствие что сегодня проект будет завершен помимо обычных закусок вас сегодня ждут кофе и пончики с джо с локом после обеда закажем сэндвичи джо не только что звонил подкованник кемп и сообщил что сегодня в городе проводится учение если вы слышите звуки выстрелов или взрывов сохраните спокойствие это всего лишь учение окей война замком деактивировать отлично открылся их получается наверное тут в общем то ничего интересного я надеюсь что я ничего не пропустил пока что так отлично дайте ладно еще раз так терминал сложный сабвэйш пропалите солдерс нет не то так стоп тоже не то нужно хоть какое-то соответствие более менее то мало мало чемпион трансмон суперер нет вообще то не там вот ивэйки сводство3 ивэйки нет тиммейд нет Похожим, но не подходит. Да, отлично. Открываем. Так. Всякие кости. Была даже ловушка. Кстати, а что она активирует? Ага, понятно. Стимуляторы. Пароль от хранилища радиоактивных материалов. Терминал Бергмана. Неопознанный образец. Еще один. Две чувства комбинации я буду переставлять до пупения, если мне только нормальную информацию не найдут по этому всему. Так. Пользователь доктор Бергман вошел в систему. Отдел хранения затопов. Статус используется локальный такт. Так. Повреждения в отсеке хранения. Соблюдайте предельную осторожность. Пульт локального управления расположен в лаборатории С5. Система безопасности комплекса. Аварийное измещение. Принявление в комплекс. Чистая комната. Блин. Заблокировано. Так. Что у нас тут есть? Сдерживание затопов. Уилл, это безумие. Даже если тебе удастся взломать систему административного управления, то хоть представляешь, что будет, если ты запустишь протокол нарушения. Да, двери комнаты реабилитации откроются, но первыми через них пройдут роботы, которые убьют всех нарушителей в лаборатории. Даже если нам удастся обойти их, есть еще и турели. Одна есть и здесь, в лаборатории. Забыл? Если ты это сделаешь, то нас скорее убьешь, чем освободишь. Эрика. Так, в зону управления. Уиллфред, неужели ты думаешь, я не узнаю, чем ты занимаешься? Мне пришло уведомление, как только ты взял на себя управление системой сдерживания затопов. Допустим, в ТИС ты был лучшим хакером, но прошло уже много лет, и пока ты прохлаждался на Аляске, изображая себе солдата. Нашу систему безопасности разрабатывали лучшие программисты. Как я тебе говорил, несколько недель назад я выпущу вас всех из лабораторий, как только исследование будет завершено. Блокирую Эрики и остальным членам группы доступа в отдел сдерживания затопов, лишь бы меня позлить, ты ничего не добьешься. Директор Аут. Так, это, по-моему, было. Да, тоже было. Удаленное сообщение. Ого. Доктор Франклин, что ты творишь? Ты нас угробишь. Не получается пробиться. Полностью согласен. Насчет, мол, дозировки. А, блин. Те восстановить нельзя. Найти другой выход из лаборатории? Какой другой выход? Ой. Ой. Так. Хорошо. Ой-ой-ой-ой. Молли, ты очень горячая штучка. Ну, поверь. Эм. Ммм. Ну, знаете, как бы это ни было, мне все равно интересно попасть. Проникнуть в эту, эту всю фигню. И завершить эксперимент. Как бы там не было. Ключ директора. Так, только надо принять. Так, где он с помощью-то? ха 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 радыкс у нас там ходит кстати а здесь все радиации неприятный но терпимо пока что что надо пробежать до этого вы вот уран больше тут ничего а ей так все вышли отлично давайте когда закончим эксперимент так тут все осмотрели либо да так там но там во всех нет с том еще помог не были в той части там еще подъем еще куда-то выше есть так стоп хим лаба так-то крышки так все из хорошего тут дофига вкусняшек это меня радует был бы тут еще какой-нибудь журнальчик липукс был вообще офиген еще один образец господи крысиный яд предсмертная записка никого не осталось пытался пробраться в лабораторию Бергмана чтобы добыть пароль или отсек от здесь до сдерживания затопов но он установил какую-то пушку Эрика погибла из-за радиации я почти облысел и еле вижу теперь мне точно не завершить исследование так что я решил со всем этим покончить джон элвот до встречи в аду там франклин да начальный чувак ничего не могу сказать заперли вас вы не успели ничего сделать но я завершу вашу работу ну буду надеяться что я смогу это сделать о через это где это я нифига себе это че еще один выход что ли здесь вообще был вроде да забавно вот это тетенька пыталась выбраться это я помню помню забавно ладно так где там эта лаборатория с экспериментами хохохохохохохох Давайте сохранимся наверное Ну так чисто на всякий случай так состояние устройства Непозданный образец Непозданный образец так сканировать запрошенные сканирование реагентов завершено текущие загруженные реагенты левый вот реагенты соляная кислота правый вот реагенты гибрид лития давайте сюда вот так еще поставим так проверим сканируем галлий и золото и еще два образца так секунду вольфрам кобальт так окей так что там у нас был еще изменил проверить текущий параметр производства так запуск шаблон экскурсии на плите на сетке 1142 вот реагент 1 гибрид лития и золото применить вывод к металлической форме так плите и золото так вот давайте попробуем и и и и и и и и Пьезоядерная силовая броня в грудь. Радиация увеличивает скорость восстановления ОД. Ого. Ничего себе у нее характеристики. А это какая? 51 что ли? Или какая? Я чуть не пойму. Модель D. Сопротивление урона 302, 222, 300. Охренеть. Как круто там. Можно еще что-нибудь сделать? Нет. Давайте ради прикола загрузимся. Ладно, сейчас что-то сохраним. Сохраним, да? Сейчас. Так вот. И попробуем загрузиться. Просто ради интереса проверить, что будет, если поставить другие компоненты. В самом деле, что будет? Так. Блин. Не поздние образцы. Так. Еще раз сканируем. Понятно все. Так. А, давайте попробуем. Мы так запустим. Да, попробуем. Запускаем. Ага. Он, короче, не даст. Просто ничего сделать. Так что... Можно выполнить только то, что можно выполнить. Вообще обидно. Жалко даже. Ну ладно. Стоит у нас офигенная броня теперь есть. Нагрудник. Это у нас и вес по пределу. Так, ладно. Входим. Что за звуки? Там кто-то есть, кстати, о птичках. Что у нас за терминальчик? Как вот эту дверь открыть? И вообще можно как-нибудь открыть? А, кстати, она же теперь дверь-то открыта. Где-то терминал? Терминал комнаты реабилитации. Вот. Открыть. Теперь мы можем это сделать. Эм. Мы, блин, не ту дверь открыли. Ну ладно. Просто интересно, что же у нас там? И где это? Хотя, может, мы просто пропустили этот момент на самом деле? Потому что мы тут довольно уже быстренько пробежались. Особенно на что не обращали внимания. Стимуляторы, марш-ауты и прочая фигня. Так, хорошо. Где мы там еще не были? Так. Слишком много вещей. Что бы выбросить? Такое бесполезное. Разный. Хлам. Канистры дофига весит. Знаете, что-нибудь такое тяжелое, но бесполезное. Что у нас, по-моему, навалом? Проводка. У нас тоже, по-моему, есть. Сталь пружин, у нас тоже полно. Вообще ничего не весит. Алюминий, пластмасс, у нас дофига. Так, кружки надо выкинуть. Кофейники, наверное. Сталь у нас тоже много. Все. Это нормально. У нас, что у нас там по весу теперь? Еще нормально. Можем еще даже. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Кто-то их забыл в момент. Да, что? Тут система-то защита активировалась. Про это я забыл. Так, ладно. Так, что у него вообще есть еще? Это все фигня. Это неинтересно. Так, стоп. Так. Это неинтересно. Неинтересно. Так. Тут мы были. Тоже, в общем-то, ничего не было. Это я помню. Так. Тут у нас ничего нету. Так, значит, эту часть мы осмотрели. Эту часть мы осмотрели. Теперь еще верхний этаж не осмотрелся. Куча картотичных шкафов. Ну, вроде бы ничего такого не видно. Сильно важного. Ладно. Хотя... Давайте-ка включим свет. Могу что-нибудь пропустить. У меня такое бывает. Не-а. Нету. Так. А что у нас тут? Телефончик. Пишущая машинка. Пишущая машинка там как раз, кстати, нужна. Немного всяких болтов и нужна запчастей. Единственное, минусы она весит много. Так. Мин рабочих. Терминалов я пока не вижу. Блин. Почти открылась. Четыре ядерного блока. Красота. Блин. Так. Где эти машинки? Микроскопы. Ух, нифига не весит микроскоп. Вот огнетушители, да, можно, кстати, выкинуть. Пишущие, нет, пишущие машинки я оставлю. Вещь полезную. Еще микроскопы. Микроскопы. Так, рабочих терминалов. Так и нету. Печально, печально. Так. Тут мы были. Или не были. Кстати, да, тонкий момент. Где-то мы были, а где-то и не были. Так, тут мы, по-моему, не были. Ага. Ого. Вот это было неожиданно немного. Ладно. Так, теперь можно осмотреться. Что у него тут может быть интересного? Заныканого. Обус, шагалку возьмем. Тут у нас вроде бы ничего нету. О, журнальчик. Вы наносите на 2% больше урона конечности. Ну, возьмем, конечно, терминал директора. Так, чистая комната. Все системы в норме. Отличный журнал. Звонок Кемпа. Только что получил очень странный звонок от полковника Кемпа. Он спросил о состоянии проекта. А когда я объяснил, что мы все еще отстаем от расписания, он не разозлился, как обычно. Только сказал, что я сегодня задержал людей в лаборатории и связался с ним, как только проект будет завершен. Такое ощущение, что он пытался мне что-то сказать, но я даже не представляю, что. Это было предупреждение. Он пытался меня предупредить. Началась озерная помодировка. Лаборатория способна вынести почти что любые повреждения, кроме прямого удара. Но Эми вывела из строя систему внешней связи. Я сказал сотрудникам, что в городе ведутся учения. Не знаю, как долго они будут этому верить. Надо найти способ связаться с полковником Кемпом и узнать, смогут ли нас эвакуировать. Даже если я найду где-то рабочий телефон, дозвониться не получится. Может, стоит поискать рацию и выйти на них через этот открытый канал. Надо закончить проект. Повсюду мародеры, на улицах ведутся бои. Я нашел рацию и кое-какие припасы, но на обратном пути словил шальную пулю в плечо. И с учетом лучевой болезни, последние 36 часов были сплошной пыткой. Я наконец смог найти нужную чистоту и связался с военным агентом. Он сказал, что Кемп приказал эвакуировать только активы военного назначения. Если попытаемся вызвать их, не завершив проект, нас всех казнят за измену. Надо продолжать держать всех в лаборатории. Надо закончить проект. Конец близок. С реактором проблема. Видимо, ударная волна от первого взрыва повредила защитную оболочку. Так что датчики в лаборатории показывают растущую утечку. Тут еще Войл пытается взломать систему административного управления. Я пытаюсь его остановить, но рана на плече загнорелась, и я не знаю, сколько еще продержусь. Эрика, пожалуйста, прости. Эрика, прости меня. Я был не лучшим мужем, но я сделал все возможное, чтобы защитить тебя после бомбардировки. Если ты это читаешь, надеюсь, вы завершили проект, и теперь сможете воспользоваться радиосигналом для эвакуации. Мой конец близок. Да, грустненько. Ребятки не смогли ничего сделать. Не успели закончить. И эвакуироваться не смогли. И все превратились в зомбаков. Можно сказать и так. Да. Ну что поделаешь. Такая вот фигня. Ой. Ай. Господи. Я упролелся. Так, все. Тут я все смотрел. Там я тоже все смотрел. Да. Что ж, выходим. И давайте, наверное, на этом серию закончим. А в следующий уже... Ну, посмотрим, что будет в следующий. Пока даже я не знаю, на что рассчитывать. Найдем что-нибудь новенькое. И там уже поразгуляемся. А так, всем спасибо. Всем пока.